На фестивале очень зримо просияла школа Дай-Ту-Рю, и если честно, я впервые вот так вот воочию видел школу, мне было очень интересно. В чем главное отличие Дай-Ту-Рю, допустим, скажем, от Айкидо? Дело в том, что Дай-Ту-Рю это родоначальник не только Айкидо, но еще и нескольких других в настоящее время известных единоборств, таких как Хапкидо, Хаку-Рю, различные другие стили дзю-дюцу, Хаку-Хорю. И мы узнали, что есть такой вид, как Дай-Ту-Рю, это родоначальник, это источник многих очень интересных техник, и, конечно, нам захотелось узнать, что и как посмотреть, стали искать сенсея, и вышли на Кондо-сенсея. Кондо-сенсей это в настоящее время признанный мастер и является, я думаю, что несомненным лидером в мире Дай-Ту-Рю. И чисто для справки скажу, что в Дай-Ту-Рю есть четыре основных ветки. Первая, самая главная, она идет от сына Сакаку-Токеды, это Токеды Токимоны-сенсей, у него там были несколько известных хороших мастеров, которые занимались у него долгое время, среди которых был Кондо-сенсей. И только Кондо-сенсей получил сертификат полной передачи школы, это сертификат Мэн-Кё-Кай-Дэн. Также есть такие школы, как Токума-Кай, школа-ветка Ю-Ки-Еши Сагава и Кудо-Кай, в частности, там различные подвиды, там, Ропо-Кай и так далее. Вот, ну, одна из, как бы, основных, так скажем, мейнстримовых, это именно школы направления Токимоны-сенсей. Кондо-Ка-Цивики-сенсей это человек, который продолжает дело своего учителя Токеды Токимоны и развивает Дай-Ту-Рю на территории Японии, и сейчас уже, начиная с двухтысячных по всему миру, в частности, в России. Ну, вот, насколько мне известно, школа Дай-Ту-Рю именно сенсей Токеды Сакаку была настолько суровой, что многие ученики не выдерживали, просто сбегали из Додзио-сенсея, и там же занимался Марифей Усиба, основатель Айкидо. Да, так и есть. Ну, на самом деле, каких-то архивных материалов о преподавании Сакаку Токеды в настоящее время практически не сохранилось. Есть редкие фото, был видеофильм, но он в военный год и пропал, сгинул. И, в частности, это только вот история его учеников, которые на данный момент, его прямые ученики все умерли тоже, так как прошел долгий срок, так скажем. Суровая школа или нет, да, действительно, человек этот был с очень сильным характером. То есть, как мы знаем, это был старичок, как стереотип, старичок небольшого роста, небольшого веса, с пронзительным взглядом, и техники которого были очень эффективны даже против сумоторий, борцы сумо, против дзюдоистов действующих. Это человек, у которого не было собственного Додзио. Сакаку Токеды – это человек, который впервые миру явил секретную на тот момент клановую школу Дай Ту Рю. То есть, собственно, название Дай Ту Рю, Айки Дзю Дзю Судал, а Сакаку Токеды – это искусство. Существует множество различных споров с, как бы, действительно, это клановая школа, Ку Рю, которая же там, ну, по легенде ей, там, более тысячи лет, либо же это микс каких-то техник Сакаку Токеды. Мы, я думаю, этого сейчас уже не узнаем. Но, несомненно, Сакаку Токеды был гениален в области воинских искусств. Он путешествовал по всей Японии и преподавал на семинарах. Каждый семинар у него длился около 10 дней, в чине которого, там, приходили люди, интересующиеся боевыми искусствами, занимались. И он путешествовал по всей Японии и по Дай Кенава. Ну, если ученик Токеды Сакеку, О-сенсей Марихей Усиба, создал свою школу во имя любви и гармонии, то можем ли мы сказать, что школа Дай Ту Рю Айки Будзю Цу была как раз совсем наоборот? Она, это была школа ликвидации противника, нанесения тяжких увечий и даже убийств. Так это? Да, так и есть. В старые времена эта школа выполняла функцию максимально быстро обезвредить и убить своего противника. И с Акаку Токеды было не исключением. Существует множество легенд, когда он ходил, например, там, ну, он убил, что скрывать, он убил многих людей. Например, одна легенда, он приехал в город, где орудовали различные разбойники. Было неспокойное время, и, в общем, он ходил по одной дороге, по которой как раз ходили вот эти разбойники. Потом внезапно разбой и грабежи прекратились. Встал вопрос, типа, почему? И когда полиция стала проверять, то она нашла главаря этих разбойников, воткнутого головой в землю, и было непонятно, то ли он умер от того, что он затахнулся, либо от того, что у него была свернута шея. Но это было рук Токеды Сакаку, и, естественно, этот инцидент никто не стал расследовать, потому что всем это было удобно, потому что порядок налили в городе. Вот, это просто одна из, как бы, историй известных, которые описывают, как применялась Дейтарю. Также есть очень интересная статья, которую один журналист еще во время жизни, Сакаку Токеды написал, он его искал по всей Японии, на тот момент Сакаку Токеды был уже престарелым фермером, ему там было под 80, и в конце концов он его нашел в каком-то фермерском доме, и они стали беседовать о воинских искусствах. Сакак Токеды никак не хотел ему ничего показывать, ну, в конце концов, интересная тема стала превалировать, и он решил поговорить про различные воинские искусства, стал ему показывать очень эффективные техники, там, с мечом и техники дзюдзюцу. И когда журналист спросил, а вам приходилось ли когда-нибудь применять это искусство, он ему в ответ просто расхватался в лицо. Ну, вот, ну, конечно, времена были неспокойные, это были времена перехода с одного исторического периода в другой, как мы и знаем, и, естественно, это все очень сильно применялось и было крайне эффективно. Стас, название Агатсукан, оно родилось уже здесь, в России, или это традиционное название для школы? Название Агатсукан, оно происходит не из России, то есть это не, мы с вами не выдумывали никакого названия, да, это название, которое подарил мой сенсей Кондо Кацюги. История простая, я подошел, говорю, сенсей, я открыл додзю, и хочу, чтобы этот додзю носил на ваше имя. В результате он долго думал, такой, да-да-да, да-да-да, я думал, что он уже забыл, и потом через, там, 2 или 3 месяца мне приходит письмо с каллиграфией Агатсукан, и он дал в этом названии 3 иероглифа А, я, мой, Кацю, побеждать, Кан, это дом, место, дворец, и вот его иероглиф Кондо Кацюги, один из иероглифов находится внутри этого названия. Значит, оно приблизительно следующее, это место, где происходит победа над собой, где идет работа над собой. И сейчас акценты сместились, да, вот в воинских искусствах, занятиях воинскими искусствами, кто бы как ни спорил, акценты сместились. Раньше это было искусство убивать, но сейчас мы цивилизованное общество. Техника должна быть эффективная, техника должна быть строгая, жесткая, но никто не хочет никого убивать, то есть это уголовно наказуемо. И основная борьба в этом случае происходит внутри самого адепта, внутри самого человека. Вот я думаю, что в этом заключена очень сильная философия, и наша Додзи носит с честью это имя. Ну, вот эта каллиграфия, которая висит на стене Додзи, это как раз то, о чем ты говоришь или нет? Да, как раз эта каллиграфия, которую нам подарил сенсей, на ней изображены два иероглифа Агатсу и изображение Дарума. Также в левом верхнем углу мы видим имя и именные печати Кунда Кацюйки. А Агатсу – это победа над собой. В Айкидо это тоже перешло, есть такое выражение, Масакатсу Агатсу. Масакатсу Агатсу – это сильная победа, это победа над самим собой. Я думаю, что в итоге любой человек в своей жизни приходит именно к этой идее. Но кто-то и не приходит. Ну, кто-то и не приходит. Скажи, пожалуйста, что касается тебя самого. Я очень многих мастеров спрашивал, а что с вами происходит внутри и внешне, когда вы день за дня на протяжении не года, не двух, не трех, а десятилетий занимаетесь в зале? Как вы меняетесь внешне? Меняетесь ли вообще? Ты знаешь, не все знают ответ на этот вопрос. Ты его знаешь? Я думаю, что да, я его знаю. Для меня боевые искусства – это часть моей жизни, и я не мыслю своей жизни без них. Я начал занятия боевыми искусствами, когда мне было около 10 лет. Естественно, на тот момент доступного было не очень много, и я занимался тем, что у меня было рядом. Сперва это было тэквондо, спорт, соревнования различные. Потом я открыл у себя айкидо, мне это очень понравилось. И через айкидо я пришел к занятиям дайторю. Когда я первый раз поехал в Японию и встретил там кондо-сенсея, это у меня произвело большое впечатление. Во-первых, после... Ну, до этого я много раз уже был в Японии, как бы занимался хомбу доджи айкикай, и видел работу с разными сиханами хорошего уровня. Но когда я пришел в доджи к хондо-сенсея и увидел его первый раз, у меня вышел очень крупный, мощный человек с пронзительным достаточно взглядом и крепким рукопожатием. И уже это на меня произвело впечатление, потому что сиханами айкикай в основном все маленькие, щупленькие, и как бы физическими данными особо не отличаются. Вот, потом мы прошли в доджи, и первую тренировку, так как это было после перелета долгого, мы попросили не заниматься. Я просто наблюдал. Доджи к хондо-сенсея, шимбукан доджи, это очень маленький зал. Он расположен на третьем этаже его офисного здания. На втором этаже он работает, у него строительная фирма. На третьем этаже у него расположен доджи, который на самом деле не больше по метражу, чем наш. Ну, и не намного больше. Меня прямо в коридоре я встретил нескольких людей, и доджи, которых было испачканно в крае, что никогда не допускалось вообще в занятиях айкикай, там, если тебе попали в лицо, там, в нос, ты, ну, оппонент, который попал, он просто негодяй, так скажем. Ну, доджи таких, как бы, стереотипов нет. Техника достаточно жесткая, но в то же время корректная. То есть, я среди представителей айкидо ходят такие байки, что те, кто занимается дайтерю, им чужда эстетика, им чужда искусство. Это совершенно не так. То есть, да, с прежде всего техникой, а потом уже какие-то физические данные, которыми мы занимаемся ежедневно, постоянно. Доджио Кондо Сэнсэя с виду выглядит, как музей. У него очень много вещей, которые ему лично передал его учитель Токедо Токимуна и также личных вещей Сакаку Токедо, включая различные артефакты исторические, его мечи, его доги, его хакама, его хаори и там другое оружие и вещи. То есть, войдя в зал Шимбукан Додзи, вы сразу погружаетесь в атмосферу исторических каких-то битв, эпох самураев. И все это пропитано, воздух пропитан этим. Занятия в Додзи очень строгие не только с физической точки зрения, но и с этической, так скажем, потому что мы занимаемся традиционным видом и очень много различных традиционных моментов. То есть, это различные поклоны, обряды, ритуалы. Да, все это, конечно, для западного человека первоначально дико. Многие американцы, которые приезжают в зал первый раз, они там вообще теряются, конечно. Я вот поэтому и хотел следующий вопрос задать. Здесь, в Додзи клуба Агатсукан небольшой кусочек Японии. Иероглифы, артефакты, татани. За окном хинки. Грязные улицы, не совсем приветливые люди в черных одеждах, серое небо. Вот это как соединяется? Мешает то, что за окном, тому, что в зале? И влияет ли то, что в зале, на то, что за окном? Я думаю, что то, что в зале, не имеет никакого отношения к тому, что за окном. У нас, когда мы создавали это место, основная задача была, чтобы люди, которые ходят по этим темным, серым улицам, которые с недовольным видом ходят на работу то есть работой, они могли найти то место, где они могли бы отдохнуть душой, могли бы позаниматься, пообщаться и помимо этого проникнуться идеями, которым уже тысячи лет. Я считаю, что это уникальное и достаточно ценное место. Скажи, пожалуйста, бывали моменты, когда ты в клубе и вот в этом дочке остаешься один? Если они бывали, что происходит, когда ты здесь один? О чем ты думаешь? Какие мысли посещаете? Иногда я прихожу позаниматься в свободное время, когда никого нет. В основном это занятия с какими-то предметами или физическая подготовка, потому что наши тренировки это в основном тренировки в паре. В эти моменты, конечно, я думаю только о тренировке. Я думаю, так и должно быть. Я стараюсь концентрироваться на том, что происходит сейчас. Самая главная вещь, которую ты приобрел за долгие годы в занятии боевыми искусствами, лично для себя, что это? Вы знаете, айки дзюдзюцио, это вообще понятие айки, оно, этому понятию уже много-много лет. Да, то есть, это тот принцип, который позволяет делать какие-то действия более эффективным образом. И само понятие дзюдзюцу, это, в общем-то, переводится как мягкое искусство. И под этой мягкостью, внешне это нечто мягкое. То есть, ты мягко делаешь технику, но в то же время она очень должна быть эффективной. И внутри жесткая сердцевина заключается. И, конечно, это проецируется на всю жизнь, на все действия, которые мы совершаем. То есть, у нас есть какая-то цель. И зачастую идти в лоб, проламывая стены, это не самый лучший момент, не самый лучший метод. И вот эти вот принципы, которые мы получаем, занимаясь долгое время, дзюдзюцу и айки дзюдзюцу, там, айки до и так далее, позволяет находить более рациональные пути к достижению тех или иных целей. И вы все равно их достигаете. Все равно просто более грамотным путем. Более тонким, более техничным. Вот это основное, то, что мне дало вот именно в жизни. И ты знаешь, многие мастера в Японии сравнивают путь в боевых искусствах с подъемом на гору. И даже есть поговорка, что путь в боевых искусствах должен быть безостановочным, но взойдя на одну вершину, ты обязательно увидишь другую, более прекрасную. И более недоступную. Вот ты уже наверняка зашел не на одну, там, на несколько вершин. Ты увидел ту более прекрасную? У меня нет какого-то конкретного, да, я не вижу конца пути. Или я получаю удовольствие от того, что я иду по этому пути. Это самое главное. Я считаю, что в этом смысл, именно в традиционных единоборствах. Одно дело – спорт, когда вы увидите, у вас там соревнования. Сперва это местные соревнования, потом там региональные, там национальные, международные соревнования. И там есть вполне очерченные вершины, ну, например, Олимпиада. Дальше вершин нет. То есть у вас настаёт тупиковый момент, когда вы теряетесь, если вы всё-таки зашли на эту вершину, что, несомненно, очень сложно, вы теряетесь, вы теряете ориентир. В традиционном Будо такого нет. То есть вы идёте всегда, вы совершенствуетесь изо дня в день. И когда вам 27 лет, и когда вам 87 лет, это самосовершенствование продолжается. Меня это очень очаровывает. Это здорово. Спасибо.